Полевой выход – это когда подразделение выбирается из проперженных казарм и уходит в леса. В лесу они занимаются тем, что ставят палатки, ставят полевую кухню и живут какое-то время. Соответственно, для типичного солдафона-срочника это отличное мероприятие, потому что не нужно сидеть на жопе в казарме и драить автомат, а можно заняться более интересными вещами. Но солдаты и спецподразделения сами разберутся, как и что им проводить. Мы же говорим о гражданском варианте полевого выхода, то есть поход в ларёк за пивком. Данный ролик условно будет поделён на две части. Первая часть – это теория, где я расскажу о том, что такое полевой выход, зачем он нужен и вообще никому не нужен. А вторая часть – я расскажу о своём снаряжении для этого самого выхода и подробно его разберу. Для чего нужен полевой выход военным, я думаю, всем понятно. Чтобы они выбирались из казарм и привыкали жить в поле. Для чего же нужен полевой выход гражданскому человеку? На самом деле вообще не нужен. Дело в том, что поход – это вот самый, что ни на есть гражданский полевой выход. Вы выбираетесь из своей запёрженной хрущёвки и отправляетесь в лес, где живёте какое-то время. Но если вы тактикульщик, пармезан и хотите тренироваться не только в написании комментов, сидя на диване, то полевой выход – для вас отличная тренировка. Зимние полевые выходы – дело сложное. Холодно, мерзко, морозно, снежок везде, да и вообще дома как-то приятнее. Поэтому 10 раз подумайте, надо ли оно вам. Вы ещё здесь? Видимо, надо. Первое, что нужно для себя определить – для чего вы осуществляете полевой выход. Ну, правда. То есть, если это тренировка, так называйте – тренировочный полевой выход. Если вам нужно… Не для тренировки, то также понимайте, для каких вещей. То есть, для отработки навыков, для проверки снаряжения и так далее. Определившись с целью полевого выхода, вам будет проще на нём самом. Ведь вы сможете обкатать именно то, что планировали. Эй, слышь? А? Заряди. А вот. Полевой выход можно осуществлять как на несколько дней, так и делать его в пределах одного дня. Вы всё-таки не военные, с полевой кухней и палатками выбраться можете, но будет затруднительно. Поэтому один день, особенно для начала, самый оптимальный вариант. Объясняю почему. Большинство людей, которые привыкли сидеть на диване, плохо представляют себе, что такое находиться в лесу больше нескольких часов, а тем более находиться в лесу и спать, и жить там. Так вот, это достаточно неприятно. И неприятно, очень мягко сказано. В лесу холодно, в лесу дует ветер, в лесу мокро, снег забирается в палатку, куда угодно согреться очень-очень тяжело. Поэтому снаряжение, которое находится на вас, должно быть подобрано с умом. Полевой выход можно осуществлять как одному, так и группе людей. Если вы будете одни, то замёрзнете и сдохнете, куда вам и дорога. Поэтому лучше ходите с друзьями. Они, по крайней мере, смогут вытащить ваше замёрзшее дельце. Я не пойду дальше. Я устал. Вставай! Нет. Вставай, блядь. Я устал, я здесь останусь. Пускай здесь валяется. Итак, вы собрались с друзьями. Определите свой маршрут. Это первая и очень важная вещь. Потому что если вы просто поёте в лес, то очень велик шанс заблудиться. Ведь вы не егеря, не сусанины. И просто войдя в лес, выйти оттуда может быть не так просто. Допустим, маршрут вы определили. Точка А, точка Б, между ними 20 километров. Вы должны их пройти. И вот здесь очень важный момент. А что вас ждёт на точке Б? Ку-ку, ёпта! То есть вы просто приходите в точку и всё. Если это будет так, то вам ещё предстоит обратный путь. Поэтому заранее продумывайте, как вы будете возвращаться к вашему транспорту или к населению. Если у вас нет личного транспорта, то есть автомобиля, то в идеале выходить из леса там, где ходит общественный транспорт, так чтобы на нём уехать. Если есть личный автомобиль, то планируйте маршрут в круг. То есть выйти и вернуться к той же точке, выполнив необходимые задачи. Какие вещи на полевом выходе, даже однодневном, будут вам необходимы, а какие можно не брать. Начнём с того, что у вас должна быть правильная обувь. Без правильной обуви вы не сможете далеко уйти. Зимой неважно, насколько тёплые на вас берцы. Они со временем всё равно промокнут от снега. Поэтому у вас есть два варианта. Это либо чуни. Чуни – это такие огромные утеплённые бахилы, которые одеваются прямо на вашу обувь. А второй вариант – это лыжи или снегоступы. Здесь опирайтесь на ваши умения. Если на лыжах ездить не можете, лучше выбрать снегоступы. В целом, снегоступы всегда удобнее лыж, если у вас нету лыжней. По большому счёту, если у вас нету лыжной трассы, вы не сможете эффективно передвигаться на лыжах. Просто потому, что постоянно будут кочки, канавы, сугробы, в которых вы будете вязнуть, из которых будет тяжело выбраться, даже достаточно опытному лыжнику. По этой причине лыжники не ходят по лесам, а ходят по трассам всё-таки. Или бегают. Я не знаю, что они делают. Одежду также необходимо подбирать из расчёта, что вы будете не только идти, но и стоять. То есть, возможно, у вас с собой должно быть какое-то утепление. Например, вы идёте в термобелье, сверху там пятый-шестой слой. С собой вы несёте седьмой слой, чтобы утеплиться при статичном положении. Дело в том, что температура тела и ваша температура, когда вы идёте, и когда вы стоите, немножко разная. Когда вы стоите, вам будет намного холоднее, чем когда вы идёте. Если вы сразу денетесь в тепло, то вы просто вспотеете, намокнете и замёрзнете. Если вы не возьмёте тёплых вещей, на переходе вам будет тепло, а на привале вы замёрзнете и сдохнете. Ну, что-то в этом роде. По крайней мере, будет дико неприятно, это однозначно. Что касается переходов с ночёвкой, вообще не рекомендую сразу начинать вот именно с этого. Лучше вот выбраться, хотя бы 10 километров протопать по снегу и понять, надо ли оно вам вообще. Напоминаю, оно вам не надо. Если вы всё-таки решили ночевать в лесу, вам нужно три необходимых вещи. Это спальник, палатка и кремат, пенка, коврик, чего угодно. Главное, чтобы не спать на земле, на снегу. Что касается палатки, здесь подойдёт любая более-менее нормальная палатка. Да хоть из веток сделать палатка, защищает от ветра и защищает от снега. Далее, коврик. Коврик позволяет вам не спать на голой земле, то есть в данном случае на снегу, следовательно, вы не промерзаете. Что касается спальников, здесь отдельный вопрос. Дело в том, что температура, которая указывается на спальнике, она не всегда честная. Некоторые производители и вовсе указывают температуру просто от балды. Что придёт в голову, то и напишут. И это очень частое явление. Есть некий стандарт испытания спальников, но и он тоже не панацея. Потому что есть очень много факторов, которые учитываются при как раз тестировании этих самых спальников. Самый первый фактор – это температура комфорта, указанная на спальнике. Здесь есть важный момент. Она указывается при учёте, что вы будете в термобелье. И вы такой среднестатический россиянин с кредитом, который где-то под 80 кг весит и имеет рост где-то 175. Если вы отличаетесь по габаритам или вы сильнее устали, меньше устали, выпили, то температура комфорта для вас будет немножко отличаться от написанной. То есть в спальнике может быть либо холодно, либо жарко. Поэтому, если вы идёте на зимний полевой выход, то спальник лучше предварительно испытать или хотя бы опробовать на балконе хотя бы лечь и посмотреть, не замёрзнете ли вы уже через 5 минут. Это вот такая минимальная проверка, которую может осуществить каждый. Что касается провианта, если вы идёте на несколько дней, то здесь обязательно нужна либо горелка, либо средство для розжига костров и посуда для приготовления пищи. Я лично от себя рекомендую Jetboil. Он наиболее удобен в походных ситуациях и наиболее компактен. Если вы решите выбрать костёр, вы чё, бойскаут? Как бы это максимально неудобно, с собой придётся таскать склянки всякие. И при ситуации, где вы не можете разжечь костёр или у вас руки замёрзли, вам будет максимально тяжело с этим справиться. То есть, допустим, вы окунулись в воду, вам нужен срочный огонь, на Jetboil достаточно повернуть вентиль и он загорится. То же самое на горелке. С костром намного тяжелее надо и веток собрать, и всё это дело разжечь. Очиститесь огнём! Это не так просто, как кажется на первый взгляд, особенно если вы очень сильно замёрзли. Разумеется, Jetboil дороже, чем простой костёр. Но и склянки, и посуда, которая нужна для костра, тоже стоит не слишком дёшево, особенно если вы покупаете хорошую брендовую посуду. Если же вы идёте на один день, то не всегда есть смысл брать с собой Jetboil и брать с собой все ингредиенты для приготовления. Объясню почему. Во-первых, вы тратите лишнее время. То есть, у вас переход запланирован на конкретный часовой промежуток. Вы тратите это время на то, чтобы остановиться, приготовить пищу. Тогда как можете на однодневный короткий переход, допустим, 5-часовой, взять с собой термос, взять с собой еду, уже готовую, которую не требуется разогревать. Здесь же есть и минус. Если вам не хватит термоса и не хватит готовой еды, то вы соснёте, проще говоря. И ничего хорошего из этого не получится. Поэтому подбирать способ приготовления еды и провиант нужно, исходя из собственной прожорливости. То есть, насколько вы жиробасы любите пожрать, столько еды берёте с собой, тот тип приготовления пищи выбираете. Важный момент для всяких пармезанов и прочих чертей. Если вы очень любите гулять по лесу с пушкой, со страйкбольной пушкой, с макетом или со СХП, вам можно гулять, сколько влезет. Если же вы решили гулять по лесу с боевым оружием, первым делом возьмите путёвку на охоту в данный охотугодие, куда вы собираетесь. Если вы решите, что вы самый умный и пойдёте с боевым оружием и не нарвётесь на егеря, не надо. Количество людей, которые таким образом попадались егерям, потом плакались и платили штрафы, просто огромное. Грёбаные обезьяны, вы что, не можете просто сходить и сделать путёвку? Это намного проще, чем потом решать проблемы, которые у вас появятся. Что касается стрельбы в лесу на полевом выходе. Если у вас боевое оружие, как уже было сказано чуть раньше, есть путёвка, всё в порядке. Стреляйте, пристреливайтесь, главное, учитывайте, что в лесу могут быть и другие люди, не подстрелите. Если у вас страйкбольное оружие, стреляйте сколько влезет. То же самое относится к холостяку и к ММГ, если вы, конечно, сможете из него выстрелить. Место аптечки на полевом выходе. Вообще, для аптечки везде найдётся место, и тем более, особенно если вы додик, который не может сделать два шага от дивана до компуктера и собрать её. Поэтому, стандартная аптечка, которая поможет вам выжить. Наполнение аптечки есть в интернете, и, думаю, любой нормальный человек сможет сообразить, что ему нужно и какие травмы он может получить. Носите с собой хотя бы жгут и обезбол. Это то, что поможет вам в случае непредвиденных обстоятельств хотя бы не истечь кровью. Теперь про развесовку. Когда вы выходите в лес, неважно, летом, зимой, осенью, в любое время года, важен вес, который вы несёте с собой. Всякие побрякушки, тактические штучки и прочий мусор лучше сразу выкинуть. В лесу каждый грамм превращается в килограмм. Отпугался, думаю, что брыгнул кого-нибудь. И нет, это не просто дебильное сравнение, это реальный факт. Когда вы пройдёте большое расстояние, то любой лишний вес вам будет ощущаться очень-очень сильно. И вы сильно пожалеете, что взяли всё это с собой. Поэтому с умом подходите к тому, что берёте с собой. И берите только необходимое. То, что правда пригодится. Спальник нужен? Нужен? Берите. Если не нужен, не берите. Если вы не собираетесь ночевать в лесу, вот совсем не собираетесь. Не нужно брать спальник. Потому что брать его только для того, чтобы проверить себя на прочность? Ну ладно, окей, только зачем? Всегда руководствуйтесь тем, что нужно брать с собой именно то, что пригодится. Тогда вы не будете брать с собой дребедень, которую выкинете на полпути, потому что дальше идти уже не можете. Здесь же можно затронуть тему и личной выносливости. Если вы никогда не ходили даже в дебильные детские походы, то выходя зимой в лес 10 раз подумайте, на какое расстояние вы пойдёте. Большое вы явно не осилите. По крайней мере, просто с непривычки. Даже если вы там тренируетесь, спортом занимаетесь, это всё не то. Поверьте, дикие условия и тренажёрный зал – это разные вещи. Если вы можете дойти до качалочки, это не значит, что вы сможете пройти 10 километров по лесу и не охренеть от жизни. На этом такая наша краткая теория по полевым выходам заканчивается. Если остались какие-то вопросы или какую-то тему забыл озвучить, напишите об этом в комментарии к этому видео. И мы бы действительно на этом закончили ролик, но тут мы вспомнили комментарии к предыдущему видео. Чё? Ты это видел? Не, они шутят. Посмотрите, какие вы красавчики. Благодаря вам. Любим. Обожаю. Вообще, вы отличные, вы супер. Вы лучшие. Вы класс. Спасибо, что нам пришлось ещё раз рассказывать вам об этом рюкзаке, в котором всего-навсего два отделения. Круто, суп и подгидратор. Вы очень быстро всё схватываете. Особенно пацаны, которые не понимают, что это удобно и классно. Налету. Я уважаю вас. Усидчивость. Ваш конёк. Вот, знаешь, тупорылые дегенераты, которые не разбираются в вещах и покупают эти самые вещи, только исходя из одного. Стоит подешевле, малей побольше, а значит круто. Вот, для них этот рюкзак полная днина. Но для любого нормального человека, разбирающегося в статическом снаряжении, ну мы с тобой, конечно, не разбираемся, но это не важно. Я понимаю вещи. Вот. Есть несколько факторов, из которого складывается удобство и... Какое есть слово хорошее? Роскошь. Роскошь. Следовательно, именно по этим пунктам определяется, насколько рюкзак будет вам подходить. Но, это всё лирика. Данный рюкзак нам предоставил магазин Тактель. Предоставил нам его на тестирование, но мы его не вернём. Нет. Ни за что. Нет. Это моё. Пахнет рекламой, да? Да, это конечно. Итак, удобство рюкзака. Самое первое. Фронтальная загрузка. Как бы не было смешно, но это один из важнейших факторов для большинства современных рюкзаков. Удобно ли вам, чтобы достать до низа рюкзака, ну то, что лежит внизу, просовывать руку и вынимать вещи сверху? Удобно? Ничего не. Нет. Удобно, когда рюкзак открывается как чемодан, и вы можете получить доступ к любому сегменту рюкзака в любое время и закрыть его в том же состоянии, без необходимости выкладывать все вещи, а потом складывать их обратно. Раскрывай. Открыли рюкзак целиком, запихали вещи хоть вниз, хоть вверх, и когда закрываете, открываете снова, вы также получаете доступ к любой вещи. Получаешь удовольствие. 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 Следующий пункт. Велкро. Мягенькое, приятное, и можно крепить запасные подсумки. На это самое велкро, не трожь. Можно крепить туда патчи. То есть облепить патчами и ходить с открытым рюкзаком, а эта штука будет вам бить по заднице. Итак, следующий путь. Это пункт линдзя. Что я сказал вообще? Следующий пункт. Малешка. Такой тактический рюкзак без молли. Казалось бы, это ведь не нужно. Ведь рюкзак не должен обладать кучей молли для того, чтобы быть удобным. В смысле? Вот, 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 понимаете? Скажите любому человеку, вот такому милитаристу, что на рюкзаке нет молли. Что он вам скажет, что это рюкзак говно? Это не рюкзак, это пакет. Да, поэтому на этом рюкзаке есть молли. Они реально есть. Только они вот для самых крутых пацанов. Они гексагональные. Угу. Вот это New Technologies 2K19 новая эра. Короче, что они могут? Что? Ты можешь вешать свой подсумок. Хоть вот так вот. Хоть вот так вот. Хоть вот так вот. Хоть вот так вот. И ему вообще пофигу, как ты будешь с него этот подсумок вешать. В любом направлении. Штука без отказа. То есть, вы понимаете? Плюс один к тактике. Однозначно. А еще молли панель отстегивается, и там огромная панель под патчи, если вы любите ими обмазываться. Но, как по мне, вот все эти фишки, они хороши, но не обязательно. Вот что для тебя самое важное, когда ты рюкзак покупаешь, когда выбираешь рюкзак? Ну вот, ведь ходишь ты с ним часто. Вот что для тебя вот наиболее важный такой аспект? Душа! Красота. Да, красота рюкзака. И не поспоришь? Ведь если вещь выглядит как говно с Алика, то носить ее не особо приятно. Не, ну мы, конечно, еще раз напомним, что если вы конченый милитарист, то вам, может, и такое дерьмо нравится. Нормальному человеку нравится красивый дизайн. Красивый дизайн, лаконичный, красивый дизайн. На себя ты что показываешь? Я дизайн. Ты дизайн? Адаптивный. Адаптивный дизайн. А еще, вот выбирай рюкзак, а что еще? Ну, дизайн понятно. Функционал не сильно важен, если размер совпадает. Ну, что ж. Удобство. Удобно носить, да, удобно носить. Что нужно для удобства? Твердая спинка. Такая же твердая, как крепкий... Чай. Крепкая дружба или чай, да. Чай и дружба. Все это вместе... Создает удобство. Простись. Рюкзаки с твердой спинкой такого фром-фактора практически не выпускаются. Причин на это несколько. Первое, это то, что повсеместно выпускается снаряжение для бомжар. Снаряжение для бомжар не может быть удобным, потому что бомжарам это не нужно. Им нужно, чтобы оно было дешевым. Разница между данным рюкзаком и дешевым рюкзаком... Разница между данным рюкзаком и дешевым рюкзаком всего несколько тысяч рублей. Однако здесь вы получаете огромный функционал, красивый дизайн. А в дешевом рюкзаке вы получаете малешку. Чем больше молли, тем меньше боли. Еще очень важный фактор, который не учитывает наши уважаемые, замечательные, разумные комментаторы, не пряча свою лишнюю хромосону, это то, что это рюкзак самый маленький в линейке. Самый маленький. Реально. На 12 часов. 12 часов означает, сколько часов вы проживете перед тем, как сдохнете. А потом внезапная смерть. Хотите жить подольше, берите там 24-32, сможете пожить подольше. Это не для меня. Это не точно вообще. Да, кстати. Чего-то. Вскрытое ношение кабуры. Вот сюда вот руку резко засунул, вытащил, достал пистолет. У меня пистолета нет, потому что ну зачем? Ну давай, да. У меня там мультитул. Вдруг война. Первая часть на этом заканчивается. А вторая часть мы разберем мое снаряжение. Мое. Вот мое. Твое вообще не будем смотреть. Это снаряжение. Да, снаряжка. Ну все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь. Ставь класс, если хочешь, чтобы мы еще раз выпустили видео об этом рюкзаке, просто потому что нам нечего делать. Наберете, короче, 777 лайков. Они быстро это наберут. Давай их больше. Наберете 778 лайков. Я реально в следующем видосе покажу, как вот эта штука отсокивается. Я не поленюсь. Серьезно. Я отстегну всю маляну. Я вообще запомню. Хорошо. Я не приду. я понимаю, это со камня. У меня просто方面 да. Я думаю, что ты чувствуешь это снимать не такие дни. Это очень же, чтобы ты думаешь про discussion. Я так, я хочу, чтобы ты думаешь, чтобы у recognition не был. saudаковra органский. Все рядом были верней. ЯACK ПОТОМАТе. Сначала так далее. Продолжение следует...